Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Сегодня мы поговорим о косметике с Алиэкспресс. В частности, я покажу вот такую вот палетку, которую я нашла в разделе наборы для макияжа. И у нее довольно высокий рейтинг среди покупателей. Набор состоит из двух оттенков румян, двух матовых оттенков теней для бровей, пудры, трех оттенков блесков для губ и 18 оттенков шиммерных теней. Но посмотрите на эти свотчи, насколько они прекрасны. Ну что, первое, что мне хотелось сделать, это припудрить лицо. Для этого с нашей палетки я возьму вот такую вот пудру. Довольно неплохо. Блестит одна половина лица и вот заматированная вторая. Я думаю, разницу видно. Пудра очень мелкодисперсная, она неплохо ложится на кожу. Я в принципе не вижу ее на себе, то есть она практически подстраивается, полу такая бесцветная. Сразу хочу перейти к румянам, потому что выгляжу слегка бледновато. Для этого нам тут предлагают выбрать из двух оттенков. Основная проблема в том, что сами рефилы очень маленькие. И если я возьму свою кисть для нанесения румян, я просто захвачу и черный оттенок, и коричневый оттенок. Все это смешается и превратится в грязь. Честно, эти оттенки мне больше напоминают тени, нежели румяна. Потому что они какие-то не очень натурального розового оттенка. Они довольно пигментированы, и это факт. Растушевываются очень даже неплохо. Дальше рисуем брови. Опять же у нас есть на выбор два оттенка. Давайте начнем с коричневого. Пока по текстуре, что пудра, что румяна, что тени для бровей абсолютно одинаковые. Очень пигментированные тени, и кажется, я уже переборщила. Цвет довольно неплохой, но практически как и все продукты для бровей с Али, цвет уходит в красноту. Сейчас мне будут все писать в комментариях, что у меня отвратительные брови, как это обычно происходит. Но я все же настаиваю оставить так, потому что мы сейчас тестируем палетку. И мне очень важно посмотреть, как в общей сложности будет выглядеть макияж только с вот этой палеткой. Ну что, пришло время макияжа глаз. И для базы, конечно же, буду использовать свою старушку. Это Color Tattoo, кремовые тени. Сегодня довольно такое летнее романтичное настроение. И я хочу попробовать сделать макияж в розовых тонах. Первым делом на пушистую кисть я нанесу не тени, а пудру. Она мне поможет немножко усадить кремовые тени и сделает растушевку в будущем более простой. Заодно скроем все сосудики на веках. Так как здесь у нас все шиммерные оттенки теней, а это довольно усложняет любой макияж, я, наверное, возьму тени для бровей. Совсем немножко. И выделю ими складку верхнего века. Теперь я возьму розовый оттенок. То, в принципе, любой или этот, или этот. Смотрите, как набирается. Просто жесть. Я, наверное, уберу остатки. Уп, пылят. И нанесу по складке. Сейчас у меня наблюдается какой-то мокрый эффект. Я не скажу, что он мне нравится, потому что я привыкла делать макияж все-таки матовыми тенями. Но все же мне больше нужен оттенок, чем блеск. Конечно, здесь можно было взять румяна и использовать как тени. Но все-таки не зря же в этой палетке столько оттенков теней. Тени прям очень шиммерные. Мне напоминают какие-то детские тени а-ля моя маленькая фея или что-то такое. Дальше я возьму оттенок, который мне больше всего понравился. Это вот этот вот цвет шампанского. Нанесу его на все подвижное веко. О, посмотрите. Он тоже мне будет в роли хайлайтера во внутреннем уголке глаз. Очень красиво подсвечивает. Посмотрите, как играет. Ну, по цветам мне пока все нравится. Мне кажется, если я добавлю больше, будет прям очень жлобски. Растушевывать я все буду все той же пудрой. Это единственный схожий к цвету кожи оттенок. Причем матовый. Честно, я ожидала худшего. Я думала, что у меня получится в итоге макияж хэллоуинской куклы. Или девушки легкого поведения. Причем годов так 90-х. Но, в общем-то, очень даже миленько, как по мне. Что-то мне захотелось выделить линию роста ресниц. И немножко вытянуть все-таки глаз. Для этого я возьму самый темный оттенок. В принципе, по консистенции тени довольно кремовые. Они неплохо цепляются за века и за кисть, кстати говоря. И вот, довольно неплохо даже переносится в одно касание. Кстати, черные тени очень похожи на матовые. Они не совсем прям шиммер-шиммер. Самое странное, что же темные тени не осыпались мне под глаза, как я ожидала. Что-то у меня прям руки чешутся. Добавить что-то на нижнее веко. Что-то надо добавить. Давайте возьмем такой вот фиолетовый оттенок. Теперь макияж у нас превращается в более какой-то летний-весенний. И на внутреннее веко я нанесу все тот же мой любимый цвет шампанского. Ой, блин, мне так он нравится. Ну что, так как контурирующей пудры и никакого бронзера у нас в палетке нет, давайте займемся стробингом. И нет, это не определение какой-то пошлости. Мы будем всего лишь слегка подсвечивать кожу. Для этого я возьму вот этих три первых оттенка и сделаю вот так. Макия. Довольно неплохо. Слушайте, очень даже неплохой холайтер получился. Теперь переходим к губам. У нас здесь на выбор три продукта. Это вот такие вот блески для губ. Они очень странные. Маслянистые компоненты отслоились. И вся поверхность покрылась такими маленькими жировыми пупыришками. Мне немножко сейчас стремно. Но дело не в том. Посмотрите, чем они предлагают нанести продукты для губ. В общем, это ровно подстриженная щетка. У нее торчат все щетинки в разные стороны. Они разной длины. И вот даже касаться к ладошке мне реально больно. Она очень сильно колется. Но так как мы собрались тестировать эту палетку полностью, блески, я думаю, не стоит пропускать. Поэтому я возьму свою кисточку. И первым делом сниму вот этот вот слой странный. Здесь у нас какие-то кусочки теней еще позалипали. Вот этот вот самый крайне розовый. Он здесь кажется более чистеньким. По консистенции напоминает увлажняющий бальзам для губ. Или какие-то бесцветные дешевые блески. Ну что, настал момент истины. Надеюсь, со мной будет все хорошо. В смысле? А где цвет? Так нанесем побольше. У меня заканчивается терпение. Губы все еще не накрашены. Поэтому мы выбрасываем кисть. Берем палец и запихиваем туда. Начинаем краситься как профаны. Что-то липкое, напоминающее мед. Наношу себе на губы. И ничего не происходит. У него нет вкуса. Это радует. Вполне вероятно, что завтра я все-таки проснусь. Тем временем прошло минут 15 с начала записи этого видео. И моя кожа постепенно превращается в жирный блин. Началась сильно подчеркиваться текстура. Каждую пору видно. Вот тут высли носа. Это просто катастрофа. Ну что, мой макияж закончен. Это значит, что хватит наконец-то рассматривать мои поры на лице. Я вас немножко отодвину. Итак, первое, о чем вы думаете, когда открываете посылок с вот этой палеткой. Это, боже мой, меня обманули. Это же детская косметика. А первое, что вы ощущаете, когда открываете порядку, это что-то типа, о боже мой, это косметика моей бабушки. Отдушка действительно слишком явная. Она дешевая, напоминает слегка мыло для пожилых женщин. Первых впечатлений, конечно, не очень хочется наносить это на лицо. Но я все-таки рискнула. И знаете, при том, при всем, что оттенки теней выглядят как будто детские краски, они довольно неплохо переносятся. Но все-таки пришлось работать с абсолютно шиммерными тенями. Сначала мне очень понравилась вот эта вот пудра. В особенности ее цвет и такая довольно легкая покрывающая способность. Вот эта вот легкость абсолютно не прибавляет ей стойкости. Что касается оттенков для бровей. Один слишком темный и явно подойдет только для брюнета. Второй в рефиле выглядит неплохо, но при этом он очень красный на бровях. Мне кажется, стоило здесь убрать зеркало и на его место расширить немножко пространство для румян. Сами оттенки довольно холодного потона. Они очень интенсивно и ярко переносятся на кожу, но при этом не очень натурально смотрятся. Что касается вот этих вот нижних блесков. Я не понимаю, зачем здесь три разных оттенка. По сути, это один цвет. И даже если сделать свочи, их очень тяжело отличить. И все же, кому я рекомендую вот эту палетку. Первая категория это девочки до 14 лет. Неплохой вариант для моей первой косметики. Не обязательно наносить это на себя, можно экспериментировать на куклах. Вторая категория это коллекционеры косметики с Алиэкспресс. Коим я являюсь. На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Внизу в комментариях напишите, какую косметику с Алиэкспресс вы хотите, чтобы я протестировала следующей. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok